Сегодня наше первое с вами интервью, в котором хотелось бы максимально поговорить на различные темы, волнующие жители города, наших читателей. Ну и наверняка в каких-то моментах вы, может, и как личность, как политик перед людьми раскроетесь. Готовы на откровенный разговор? Конечно готов. Перед людьми всегда готов быть постоянно открытым и максимально доступным. Хотелось бы тогда начать наш разговор с командой и стратегией, которая сегодня у вас есть. Я так понимаю, в вашей голове, по крайней мере, она четко сформулировалась за месяц уже вашей работы и ознакомившись с ситуацией в городе. Все-таки, каков план как главы Ачинска относительно стратегии города? Изначально представленная программа сильно изменилась, учетом того, что вы практически погрузились уже во все моменты, во все нюансы, связанные с работой главы города. Изначальная программа стратегии развития, все ее мероприятия, которые в нее входили, она была направлена на улучшение жизни в городе и комфортности, доступности всех сфер. Это и медицины, и социалки, и образование, и ликвидация наших всех дефицитных моментов по жилью, по обеспечению детей-сирот, по обеспечению врачами, учителями. То есть, там ряд, очень много блок-мероприятий, которые все направлены на улучшение качества жизни гаражам в городе. На сегодняшний день стратегия общая, она не изменилась, она направлена также для качества проживания в городе Ачинске. Единственное, что добавляется, либо заменяется первоочередными задачами, которые я вижу, что в первую очередь надо сделать, допустим, улучшить общественное пространство для того, чтобы горожанам было где отдыхать. Спортивная инфраструктура у нас в достойном виде, значит, спорт, некоторые наши биатлонические базы, дворцы, ледовые дворцы, немного как бы ушли на второй план. А в общем, стратегия не изменилась от первоначальника. Немного мы приоритеты сделали, что надо городу в первую очередь, а что может подождать во второй очереди. Ну, столь глобальные вопросы невозможно решать без серьезной команды. И сегодня, ну, расстановка ключевых фигур в вашей команде иногда вызывает вопросы, напряжение. Все-таки хотелось бы понять, как был сделан этот выбор? Откуда взялись все ваши замы? В деятельность в роли руководителя я уже не первый год и прошел большую трудовую деятельность. Путь, который мне позволил оценить и быть знакомым практически со всеми руководителями наших предприятий, со всеми коллективами. И я уже знал, кто в городе Ачинске сможет повести то или иное узкое направление, которое у нас из пяти заместителей. То есть каждый заместитель, он либо ведет экономический блок, либо ведет там систему ЖКХ, либо политическую деятельность и организацию с межведовственными группами. И именно этот опыт позволил мне принимать решения по назначению на должность, как я считаю, все-таки узких специалистов и людей, которые смогли реализовать себя и свое направление на прежней работе. То есть из таких вот знаний мной и принимались решения. По назначению. Но все-таки, насколько вы считаете, вообще команда сегодня способна справиться с поставленными задачами? Или есть какие-то вот моменты, которые могут проседать? Команда способна решать общие задачи. Единственное, на сегодняшний день, та стратегия и тот рост развития, который задается мною, немного не успевают. То есть я бы все-таки желал, хотел видеть сегодня больше отдачи панкцала и намного быстрее это все реализовать, а не с той инертностью, которая у нас сегодня иногда еще допустима. Ну я думаю, это процесс времени, коллектив по итогам года все-таки добежит и будет бежать наравне со мной, с моими мыслями, стратегиями и уже итоги года покажут потенциал каждого сотрудника и готовность работать в будущем совершенно другими этапами и совершенно другими темпами. Потому что темпы роста, которые взяты в этом году, я лично как глава не собираюсь снижать ровно столько, сколько необходимо будет это город. Но сегодня все равно и мы как СМИ, и жители города видят вас в первую очередь на острие атаки, на всех объектах, соответственно, подвергающие критике, в том числе и своих подчиненных, все-таки замы как-то, ну вот по моему мнению, находятся в тени. Мы не видим совсем зама по экономике, зама по жизнеобеспечению, они не мелькают. Все-таки это отсутствие их эффективной работы или это ваш какой-то вот хитрый ход? Нет, это не мой хитрый ход именно, ну да, может быть и хитрый ход. Я пытаюсь людям не только рассказать, рассказать это, наверное, мало, а и показать, что необходимо, что я хочу. То есть я реально на сегодняшний день хочу, чтобы они работали вот так. Я им рассказываю, я им показываю и дай бог все это они подхватят и пойдут в ногу вместе со мной, а завтра, дай бог, и смогут все-таки эффективно этим управлять самостоятельно. Ну и не самостоятельно, по крайней мере, выполнять тот вектор развития, который я вижу, и я буду закладывать его ежегодно. Но сегодня у коллектива, я понимаю, основных фигур это испытательные сроки, и они есть, да? Испытательные сроки это трудовая норма, которая на сегодняшний день Трудовый кодекс мне позволяет ее применять. Каждому специалисту, и я использую это в практике, как использовал и на предыдущих предприятиях. Но все-таки деятельность и оценка деятельности каждого сотрудника, она будет по итогам года. То есть каждый сотрудник должен от начала, от формирования, планирования, начала реализации, приемки и окончания выполненных работ и результата, ну это у нас с вами год. Вот по итогам года мы произведем оценку и оценим каждое направление, и не только руководящего сотрудника, но и тот коллектив, который помогал это все реализовывать по каждому заместителю и по каждому отделу.